Добрый день, друзья! Вы находитесь на канале Парфематика, и сегодня мы с вами разберем вариант номер 13 из книжки Ященко «36 вариантов». Вариант мы разберем полностью, то есть будет разобрана каждая задача. Помимо этого, мы добавили к задачам различные подсказки и пасхалки, которые помогут вам добыть для себя полезные материалы для подготовки к ЕГЭ от нашей команды. Я хочу напомнить, что прорешивание задач из этой книжки – это хороший инструмент для подготовки, но он не заменит для вас подготовки на правильно и структурно выстроенном курсе подготовки к ЕГЭ. Поэтому я рекомендую обратить внимание на наши курсы, ну и на наши другие соцсети. Там вы сможете сделать свою подготовку более методичной и более структурной. В общем, друзья, смотрите, изучайте, надеюсь, вам будет понятно и будет интересно. Поехали. Первая задача. Мне нужно не наехать на чат, но с другой стороны чат не активен, поэтому я, наверное, начну писать вот здесь, и ничего страшного не случится. Площадь ромба равна 10, одна из его диагонали равна 8, найдите другую диагональ. Значит, эта задача… Ну, здесь, в общем-то, много вариантов ее решения. Есть попроще, есть посложнее, но вот такой вариант, если мы мало знаем вообще по геометрии, то уж, ну, наверное, что диагонали перпендикулярны, мы знать должны. А еще мы, наверное, должны знать, что диагонали точка в переченье делится пополам. Тогда мы получили 4 одинаковых треугольника, и можем сказать, что площадь каждого треугольника – это четверть площади ромба 2,5. Это 2,5, это 2,5, это 2,5, это 2,5. Одна из диагоналей равна 8, ну, значит, я могу сказать, что вот этот отрезочек у меня 4, этот отрезочек у меня 4. Этот х, этот х. Ну, и теперь, вот я человек, который очень мало знает по геометрии, по крайней мере, должен, опять же, знать формулу площади прямоугольного треугольника, что 1,2, 4 на х – это 2,5. Вот, ну, отсюда я получаю, что х – это 5 четвертых, вот. Ну, а если х – 5 четвертых, то вот эта вот диагональ 2х равна 2,5. Вот, собственно, такой ответ у нас получается. Понятно, что люди, лучше знакомые с геометрией, знают, что есть формула площади произвольного четырехугольника. Это 1,2, D1, D2, синус альфа. В нашем случае это ромб, у ромба угол 90 градусов, значит, синус между синус этого угла равен единичке. И тогда я могу сказать, что на самом деле 10 равно 1,2, 8 на D2, ну, а синус равен единичке. То есть, эта формула верна для любого четырехугольника. А, собственно, для ромба, ну, и любого четырехугольника с перпендикулярными диагоналями, соответственно, просто 1,2 произведение диагоналей. Вот, ну, и отсюда я получаю, опять же, что 10 равно 4, D2, и D2 равно 2,5. Первое решение было показано вам для того, чтобы вы не отчаивались, если вот не знаете каких-то формул. Я хочу вам показать, что задачу, на самом деле, можно решить, даже если я вот этого не знаю, а просто вот умею чуточку подумать. Вот, давайте дальше. Значит, на карнатной плоскости изображены векторы A, B, C, найти скалярное произведение A умножить на B плюс C. Ну, давайте, значит, так. Вектор A имеет координаты. Смотрим внимательно. Внимательно. Значит, по оси Х мы сдвинулись назад на 6, а вверх на 5. Минус 6, 5. Вектор B. По Х никуда не двигались, а по У сдвинулись вверх на 5. Вектор C. По Х сдвинулись на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 назад, а по У сдвинулись на 1, 2, 3, 4, 5, на 5. Кажется, минус 7, минус 5. Сейчас я еще раз себя проверю. Сейчас. Значит, вниз на 5, да, назад, 1, 2, 3, 4. Да, да, вот так. Ну, и теперь мне нужно скалярно умножить A на B плюс C. Значит, я нахожу координаты B плюс C вектора. Это 0, минус 7, минус 7, минус 5. 5 это 0. Все. Ну, и тогда, если мне нужна... Так, это 13-я задача. Если мне нужно A умножить скалярно на B плюс C, то я должен, значит, минус 6 умножить на минус 7. И 5 плюс 5 умножить на 0. И я получаю просто 42. Вот такое скалярное произведение. Длина окружности основания цилиндра равна 5. Высота равна 6. Найдите площадь боковой поверхности. Ну, эта задача, на самом деле, для тех, кто... Ну, непонятно, для кого она. Ну, для тех, кто умеет думать. Потому что, на самом деле, цилиндр это у нас тело вращения, которое рядовой одиннадцатиклассник еще пока не проходил. Но он может в целом тоже подумать. И давайте я расскажу, как можно решить задачу, подумав. Что такое площадь боковой поверхности цилиндра? Ну, собственно, цилиндр это у нас бутылка. И вот можно сказать, что мы всю бутылку оклеили этикеткой. И нас спрашивает площадь этикетки. Ну, а что у нас такое этикетка? Если, ну, наверняка, любой человек в своей жизни эту этикетку отдирал. И тогда у него получался прямоугольник. Так вот, боковая поверхность цилиндра это площадь прямоугольника, у которого высота 6. А вот это, это как раз длина окружности. И вот тогда получается, что длина этой окружности это по условию 5. Ну, а тогда площадь равна 30. В общем случае, конечно, верно, что площадь боковой поверхности у цилиндра это, соответственно, но это, соответственно, 2πr на h. Где h это высота, а r радиус основания. Вот здесь у нас 2πr уже посчитали. И мы за это говорим спасибо. Так, следующий, соответственно, у нас вариант. Точнее, следующая задача. Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 21 пассажира, равна 0.83. Вероятность того, что окажется меньше 10 пассажиров, 0.46. На эти вероятность того, что число пассажиров будет от 10 до 20. Итак, что мы знаем? Что у нас есть событие меньше 21 пассажира. Это 0 пассажиров, 1 пассажир, 2 пассажира, 3 пассажира, 19 пассажиров, 20 пассажиров. Вот что-то из этого, вот такое событие. Вероятность этого 0.83. Значит, второе событие меньше 10 пассажиров. Это 0 пассажиров, 1 пассажир, 2 пассажира, 3 пассажира и вот здесь 9 пассажиров. Вероятность такого события – это 0.46. Дальше. Давайте зададим себе правильный вопрос. В чате, кстати, там пишут уже правильное решение задачи. И да-да, вы красавчик. И даже красавчик. Вот. Значит, почему вероятность была вот такой, а стала вот такой? Что случилось? Почему в 83% случаев у нас было вот столько пассажиров, а в 46% вот столько? Ну, потому что они отличаются. Они отличаются вот на это количество, которое есть вот здесь, и вот здесь его нет. А это количество и дает разницу. Но какое получается тогда количество дает разницу? Ну, вот после 9 идет от 10 до 20. И вот это как раз, это 0.83 минус 0.46. Получается, получается сколько? 0.37. Логика, видишь задачи, две вероятности перемножек, айда повезет, не работает в этих задачах. Здесь надо еще раз думать. Здесь два события, при этом одно событие, вот если вот это называть событием А, вот это событием Б, то вот событие А, а событие Б, оно внутри события А. И вот это вот 0.46, вот это вот 0.83, а нас спрашивают про разницу. И вот эта разница, это как раз, это как раз 0.83. Вот, это как раз вот эти вот 0.37. Вот такая вот штука. То есть, когда у нас два события внутри одного, ну, тут их ни в коем случае не перемножаем. Перемножаем мы вероятность тогда, когда у нас есть два каких-то независимых эксперимента. И нам нужно посмотреть, с какой вероятностью в первом и втором эксперименте наступят нужные нам результаты. А здесь один эксперимент. Едет автобус, и, собственно, мы смотрим, сколько в нем пассажиров. Есть вот такое событие, есть вот такое, спрашивают про вот такое. Ну, и вероятность получилась. Так, давайте дальше. Перед началом футбольного матча, я бросаю монетку, чтобы определить, какая из команд начнет игру с мячом. Команда Биолог играет три матча с разными командами. Найди вероятность того, что в этих играх Биолог выиграет жребие ровно два раза. У нас есть эксперимент. Это три бросания жребия. И вот у этого эксперимента возможны, так как жребий честный, и там любой исход может наступить с одинаковой вероятностью, в этом, соответственно, эксперименте возможны вот такие вот исходы. Я не молодец, потому что я пишу в ненормальном порядке. Эти... Так, что я вообще написал-то? Ерунду я, простите, написал. Я написал ерунду. Зачем? Я не знаю. Вот. Вот это я написал все исходы, которые в нашем эксперименте возможны. Их восемь штук. Вот. Я перечислил все исходы, которые могут быть в результате нашего эксперимента. Событие А. Начали ровно две игры. Начали ровно две игры. Событие А. Вероятность события А это количество исходов, благоприятных событию А, на количество всех возможных исходов. Всего мы выяснили, у нас восемь исходов. Сколько исходов благоприятствует событию А? Ну, их три штуки. Вот. Тогда вероятность, когда у нас исходы равновероятны, это, соответственно, отношение числа благоприятных исходов к числу всех исходов. Три, семь, пять. Ну, вот. Ну, то есть, вероятность здесь вполне несложная. Да, кролик, вы говорите правильную вещь. Например, если мы хотим две нечетных цифры. Ну, вот здесь, конечно, тоже можно было так делать, но не нужно так делать. Вот это вот самое простое решение этой задачи. Через умножение вероятности я тоже могу ее решить. И формулу Бернули могу здесь написать. Ну, зачем, если можно это сделать просто. По факту у нас эксперимент примерно про то, что три раза бросали монетку. Какая вероятность, что, соответственно, два раза выпадет решка. Следующая задача. Неприятное тригонометрическое уравнение. Оно вот такое. Косинус. Так, чего там? Пи на 2х минус 6. Деленное на 6. Равно корень из 3 на 2. Так, поехали. Значит, как это решать? Надо задаться вопросом, что должно стоять внутри косинуса, чтобы результат был равен корень из 3 на 2. Вот. Ну, действительно, что? Ну, вот оказывается, что варианта у нас два. Это либо пи на 6 плюс 2 пика, где косинус равен корень из 3 на 2. Либо пи на 6 плюс 2 пика, либо косинус равен минус пи на 6 плюс 2 пика. Значит, я все это дело могу сократить теперь на пи умножить на 6. То есть на 6 пи здесь, на 6 пи здесь. И получается тогда, что 2х минус 6 равно 1 плюс 12к. Ну, и здесь 2х минус 6 равно минус 1 плюс 12к. Совокупность. Совокупность. Дальше шестерку перекинули. Давайте. Да ладно, давайте не будем торопиться. 7 плюс 12к. Ну, и, соответственно, 2х равняется 5 плюс 12к. Вот. Ну, и дальше. Х равняется 3,5 плюс 6к. И х равняется 2,5 плюс 6к. Вот. Ну, и теперь остается, собственно, ровно последнее. И это нужно нам найти чего? Нам нужно найти наибольший отрицательный корень. При k равно 0 мы получаем корни. Так, у меня там есть место чуть-чуть. Если k равно 0, то у меня х равно 2,5 и 3,5. Значит, k равно 0 мне не подходит. Надо брать k поменьше. Ну, и давайте я возьму k равное минус 1. Тогда у меня будет 3,5 минус 6. Это k равно минус 2,5. Ну, и здесь будет 2,5 минус 6. k равно минус 3,5. Ну, и получается, что самое большое отрицательное число, которое я могу получить, это минус 2,5. Самое большое, это имеется в виду самое близкое к 0. Если я возьму k минус 2, я уже вычету больше, и числа станут меньше. Поэтому вот минус 2,5 это то, что мне подходит. Себя я убираю. Значит, еще раз. То есть, смотрите, подумали, что должно стоять здесь, чтобы результат был корень из 3 на 2, 2 случая. Начали упрощать. Упростили раз. Упростили два. Получили вот такие выражения для х. Дальше посмотрели. Если k равно 0, то вот такие два корня. Если k равно минус 1, то, соответственно, корни вот такие. Ну, и все. На этом задача кончилась. Нашли ответ 2,5. Давайте пойдем дальше. 4 в степени 4,75 делить на 8 в степени 2,5. Здесь ключевое соображение, что а в степени k в степени p это а в степени kp. При возведении степени в степень степени перемножаются. 4 это 2 в квадрате. Если я 2 в квадрате возведу в эту степень, я получу 2 в степени 9,5. А 8 это 2 в кубе. И если я 2 в кубе возведу в степень 2,5, я получу 2 в степени 7,5. При делении степени вычитаются. Я получаю 2 в квадрате. Вот. А 2 в квадрате это, как известно, 4. Вот наш ответ. Ну, здесь я воспользовался тем, что а в степени k делить на а в степени p. Это а в степени k минус p. Вот. Вот такая вот у нас задача, которую я корыстным образом позволил себе здесь уместить. Вот. Давайте двигаться дальше. И здесь дан график. Я попробую его увеличить. Значит, это задача на производную. Кто производную пока не проходил, увы. Вы пока эту задачу решить не сможете. Но скоро вы производную пройдете. И поверьте, ничего страшного в ней не будет. Вот. Поехали. Значит, на абсциссе отмечено так. Изображен график функции. Первое, что мы должны для себя отметить. На оси абсциссе отмечено 6 точек. В ответ укажите количество точек, которых производная положительно. Ну, мы с вами знаем, что у дифференцированной функции, то есть у функции, у которой есть производная, а в 7 задачах только такие дают, в них производная положительно, там, где функция возрастает. Значит, надо посмотреть, в каких точках возрастает. Ну, давайте разбираться. В х1. Х1 возрастает. Х2. Ну, в х2 уже видно, что функция убывает. Х3 возрастает. Х4, х5 и х6, она убывает. Ну, значит, точек, которых у нас производная положительно, их у нас с вами две штуки. Раз и два. Те точки, в которых функция возрастает. Давайте дальше. Расстояние от наблюдателя до наблюдаемой им линии горизонта, выраженной в километрах, вычисляется по формуле. И L равно корень из R, H на 500. Здесь нужно внимание, здесь H измеряется в метрах. Так, все тогда нормально. Здесь сказано H в метрах, L в километрах, и R тоже в километрах. Тут все нормально, тут с единицами не надо ничего переводить. Вот. Ну, а дальше в эту формулу просто нужно поставить числа. Нам известно, что L это 25,6. R это 6400. Умножить на H и делить на 500. И это под корнем. Значит, здесь мы позволим себе немножко, чуточку упрощений. Так, я все-таки погорячился, что стал с местом экономить. Извините меня, пожалуйста, друзья. Вот. Это было не обдумано немножко с моей стороны. Но все-таки. Задачу мы все равно сейчас решим. Значит, смотрите, я начинаю это упрощать. Вот это я запишу, как 256 делить на 10. А вот это я запишу, как, смотрите, два нолика сократилось. 64 это 8. А здесь будет корень из H на 5. Вот. Ну, теперь я могу 8 и 256 сократить. У меня это будет 32 на 10. Равно корень из H на 5. Ну, и тогда, уже возводя в квадрат, я получаю 1024. 432 в квадрате на 100. Равно H на 5. Вот. Ну, и тогда я должен вот это на 5 умножить и на 100 разделить. Будет 5120 делить на 100. То есть, H равно, H равно у нас 50, так, сколько у нас? Да, 51 тысяча. Ну, и 51 метр, 200 и 2 сантиметров. Ну, или 50 на целые две сотых метра. Вот такая вот у нас высота. Заказ на изготовление 238 деталей. Первый рабочий выполняет на 3 часа быстрее, чем второй. Сколько деталей в час изготавливает второй рабочий? Если известно, что первый за час изготавливает на 3 детали больше. Типичная задача на таблице. Первый раб. Второй раб. И здесь нам нужна скорость. Скорость будет у нас измеряться в деталях в час. Значит, время, которое измеряется в часах. И путь в данном случае это количество деталей. Значит, нам известно, что детали они сделали 238 оба. А дальше вот ключевой момент. А что взять за переменную-то? И вот золотое правило таких задач, ЕГЭшных, гласит, что бери за переменную то, о чем тебя спрашивают в условии. Так, ты минимизируешь риск возможной ошибки. Так, ты минимизируешь риск возможной ошибки. Значит, у нас спрашивают, сколько деталей в час изготавливает второй рабочий. Второй рабочий изготавливает х. Первый на 3 детали больше. Х плюс 3. Второе правило текстовых задач заключается в том, что, смотрите, две клетки заполнены, третьи заполняем уже исходя из вот этих. Путь известен, скорость известна. Как найти время, надо путь разделить на скорость. Надо путь разделить на скорость. Вот, ну и теперь можно составить уравнение. Тут известно, что один потратил на 3 часа больше. Как составить уравнение? Надо из большего времени вычесть меньшее время и получить разницу. Ну, по ряду причин мы понимаем, что тот, кто работает медленнее, работает дольше. Ну, как-то это с точки зрения даже русского языка, что ли, логично. Если ты медленнее что-то делаешь, ты будешь это делать дольше. Поэтому большее время минус меньшее время равно разнице во времени, то есть 3 часам. Вот. Ну, и осталось нам с этим уравнением разобраться. Как я оцениваю вариант? Ну, наверное, этот вариант первой. Первая часть здесь достаточно легкий. После, соответственно, Ларина они, ну, действительно легкие. А так, нормальный вариант. Там будет такая достаточно содержательная вторая часть. Необычная 13-я задача. Вот. Но в целом этот вариант, на самом деле, необычный. Там много задач, которые я вижу впервые. И, ну, я смотрел его перед, там, этой трансляцией минуток 10. Поэтому могут быть всякие непредвиденные ситуации. Вот. Так, ну чего. Приводим, наверное, к общему знаменателю. Здесь, конечно, можно было бы поиграть в угадайку. Угадая в угадайку играется так. Мы знаем, что хотя бы один корень у этого уравнения должен быть. Дальше можно попробовать его угадать. Мне нужно 2 делителя 238, которые бы различались у нас на 3. И вот, ну, наверное, что-нибудь. Что-нибудь вроде... Так, это 14. Ну, вроде 14. И так, 14,17 мой кандидат. По-моему, 238 это 14 умножить на 17. Я прав? 170 плюс 68. Да, 238 это... Вот когда я это понял, то я понимаю, что, ну, тогда как раз мне нужно 2 делителя числа 238, которые отличаются на 3. Ну, и вот тогда как раз зная вот это вот разложение, я понимаю, что вот это х это 14, а это должно быть равно тогда х плюс 3 это 17. Ну, и получим мы при делении на 14 как раз 17. Здесь получим как раз 14. Вычтем и получим 3. Вот. Ну, то есть на экзамене, если бы мне надо было решать, решать, соответственно, это задание, я бы корень угадывал. Я вам скажу по секрету, что я тут проверял, за сколько я могу решить без ошибок первую часть на скорость. Вот. У меня первая часть занимает обычно 3-4 минуты на решу ЕГЭ. Может быть, я когда-нибудь запишу на это видео и поделюсь своими лайфхаками. Вот. Ну, вот такие вещи точно позволяют быстро. То есть, если бы я решал вот это по-честному, я бы такой скорости не набрал. Но по-честному мы тоже решим. Привели к общему знаменателю. 238 на х плюс 3 минус 238 на х равно 3х на х плюс 3. Я здесь воспользовался тем, что скорость у нас явно положительная. Значит, я могу домножить левую и правую часть на положительное число х плюс 3. Вот. Мы так можем делать еще раз, потому что знаем, что х это положительное число. Ну, дальше, раскрывая скобки, значит, у нас получается 238 умножить на 3, не буду этого делать, 3х квадрат плюс 9х. На троечку везде сократили. Получаем х квадрат плюс 3х минус 238 равно нулю. Ну, и вот это квадратное уравнение нам предстоит решить. Ну, здесь, опять же, можно было по теореме Виета найти те же самые два корня. Они бы были 14 и минус 17. Но я продолжаю честно решать через дискриминант. Плюс 4 на 238 это 900... 952... 952 получаю 961. Рекомендую вам писать сразу, что это какое-то число в квадрате, если вы его нашли в нашем случае 31 в квадрате. Вот. Ну, и дальше находим х первое. Второе это минус 3 плюс минус 31 делить на 2. Получается 31 минус 3 это 28 делить на 2 14. Ну, и как я вам говорил по теореме Виет 14 минус 17. Ну, вот наш ответ 14. То есть обрубить решение этой задачи можно было на там разных стадиях. на рисунке изображен график я позволю себе этот график перерисовать и здесь для нас самые важные точки 1, 2, 3 минус 1 это вот эта точка дальше дальше есть точка 4 минус 1 есть точка 4 так, 1, 2 минус 4 1, 2, 3, 4 4 минус 4 вот и есть точка нам больше точек дали нам с запасом что ли точек раздали ну, давайте считать что с запасом раздали есть точка 5 и в точке 5 у нас минус 3 вот такой вот график значит здесь к сожалению к сожалению еще и 6, 2 6, 2 точка здесь к сожалению не будут работать типичные читы для этого задания и скорее всего мне придется смирившись честно находить А, Б и С здесь нас просят найти С ну, как я буду действовать я возьму уравнение у равняется АХ квадрат плюс БХ плюс С значит кто хочет читов можно посмотреть читы в исполнении Владислава Аркадьевича Вуля он демонстрировал в просборе демо-версии ЕГЭ этого года можно просто найти на нашем канале и посмотреть он это делал там достаточно классно увы здесь здесь это не сработает значит я беру и подставляю точки какие 3 минус 1 3 вместо х минус 1 вместо 1 что получается давайте смотреть значит минус 1 равно 9х плюс 3 это 9а плюс 3б плюс с значит дальше вторая точка я подставляю 4 минус 4 у меня получается минус 4 равно 16а плюс 4б плюс с и последнее это минус 3 равняется 25а плюс 5б плюс с вот и соответственно и соответственно получилась система которую нужно решить ну как ее решить тут надо это делать поэтапно и первый этап это мы из верхнего уравнения выразим c скажем что c у нас равно c у нас равно минус 1 минус 9а минус 3б и подставим два других уравнения значит подставляя сюда я получаю минус 4 равно 16а плюс 4б минус 1 минус 9а минус 3б за что мне все это и минус 3 равно 25а плюс 5б минус 1 минус 9а минус 3б повторяю свой вопрос про за что мне все это вот ну и теперь я буду приводить подобные слагаемые здесь и получу получу я так получу я вот тут значит c у меня остается минус 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 9а минус 3б вот значит здесь у меня получается 7а плюс б 7а плюс б так а здесь это равно минус 3 а здесь я получаю так 16а плюс 2б плюс 2б равно минус 2 вот следующий этап это я скажу значит смотрите у меня c равно минус 1 минус 9а минус 3b а b у меня равно минус 3 минус 7а и вот это b я сейчас подставлю сюда у меня получается 16а минус 6 минус 14 минус 14b равно минус 2 вот и и дальше и дальше из этого куда я могу прийти ну собственно я уже так только 14а простите я получаю вот здесь что 2а равно 4 это значит а равно 1 а равно 2 давайте я подпишу а равно 2 вот здесь вот b у меня равно минус 3 минус 14 это минус 17 ну и наконец c у меня равно чему c у меня равно минус 1 минус 18 это минус 19 минус 19 плюс 51 то есть это у меня 32 и вот это кажется мой ответ вот ну давайте сделаем какой-нибудь чек значит вот здесь например двойку подставляю 18 здесь подставляю минус 51 плюс 32 получается действительно сходится ну давайте еще вот здесь ладно 50 минус так минус 85 плюс 32 да все сходится вот вроде я две проверочки сделал у меня все хорошо значит я успокаиваюсь вот теперь наверное будет самая неприятная задача первой части самая неприятная задача первой части опять же для тех кто не очень хорошо знает производную эта задача сложная для тех кто хорошо знает лайфхаки эта задача очень легкая нужное видео по лайфхакам ну легко тоже надо можно найти на нашем канале значит x принадлежит хотя мне больше нравится снимать видео про разоблачение лайфхаков ну и про лайфхаки тоже можно снимать значит здесь будет минус 17 с половиной до нуля вот ну и давайте соответственно здесь разбираться я покажу вам честное решение а потом покажу вам нечестное решение начнем мы с вами с честного решения вот честное решение требует здесь знание производной сложной функции чтобы взять производной от этой штуки у нас здесь есть у нас вот эта штука имеет вид f от g от x где f от x внешняя функция это lnx а g от x это внутренняя функция которая равна x плюс 18 в 12 окончательно усложняет дело то что вот эта функция она сама по себе сложная не очень сложная но сложная вот ну и когда я хочу взять от такой структуры производную то я должен взять производную от внешней функции f' от x это у меня 1 на x подставить вместо x так подставить вместо x функцию g то есть у меня получается 1 а вместо x ставится g 1 плюс 18 в 12 степени и умножить на производную от g производная от g у меня это сама по себе сложная функция это x плюс 18 в 12 степени то есть это будет 12 на x плюс 18 умножить на производную от x плюс 18 от единички тут увы нужно знание производной сложной функции если вы не знаете напишите пожалуйста в чате я прикреплю видео где подробно разбиралось как брать производную от сложной функции так и вот здесь я не дописал 11 вот получается 12 на x плюс 18 в 11 в 11 и еще минус 12 дальше x плюс 18 значит здесь чик-чик вообще вот так чик и получается что y' это 12 делить на x плюс 18 минус 12 вот такая вот штука ну и теперь я могу все это дело привести к общему знаменателю могу же вроде могу 12 минус 12 на x плюс 18 делить на x плюс 18 значит у меня получается окончательно производная это так 12 можно за стопочку вынести здесь будет 1 минус x минус 18 будет минус x минус 17 вот ну и делить на x плюс 18 теперь я нахожу корень числителя я нахожу корень знаменателя корень числителя у меня минус 17 корень знаменателя у меня минус 18 значит 18 знаменателя выколото ну и дальше я могу расставить я могу расставить знаки производной у меня тут есть еще подозрение тут тут еще один тут есть еще один нюансик кажется кажется тут есть еще один нюансик вот ну в общем все равно нас интересует только этот промежуток на нем мы знаки и расставим от минус 17 с половиной до соответственно нуля ну и если взять например минус 1 то мы получаем сверху минус снизу плюс минус ну а если взять минус 17 25 здесь будет плюс здесь будет плюс будет плюс значит возрастает убывает ну и на этом промежутке у нас получается что минус 17 это точка где достигается наибольшее значение значит считаем у от минус 17 ну и получается что я беру ln от единицы в 12 то есть просто ln от единицы и минус 12 на минус 17 то есть плюс 204 вот ну ln это 0 получается просто 204 наш ответ сложная задача на самом деле для всех и если вы сейчас находитесь в точке осени и скорее всего вы не проходили производную уж тем более вы не проходили натуральный логарифм ln это логарифм по основанию е обычно в этот период времени это читают как in а не как ln вы это поймете попозже вот вот такой вот мой ответ ну и здесь были читы они заключаются в том что натуральный логарифм на самом деле можно вычислить только от единицы у него будет нормальное значение у нас же просят значение значит мы это значение должны записать в бланк значит когда мы сюда что-то поставим должно получиться здесь нормальное значение и здесь нормальное значение это возможно только когда у нас вот здесь получается единица единица у нас может быть в двух точках в минус 17 и в минус 19 но минус 19 не входит мы берем минус 17 подставляем ну и получается как раз вот то что произошло, то есть можно было по принципу единственного нормального ответа. Мы с вами прорешали первую часть и переходим ко второй. Во второй части мы будем решать задания с развернутым ответом. И здесь я хочу напомнить, что эти задания считаются заданиями повышенной сложности, а значит готовиться к ним нужно последовательно, шаг за шагом изучая тему и мы прекрасно в профематике можем помочь вам это сделать на наших курсах. Помимо этого мы можем научить вас оформлять задачи профильного ЭГИ так, чтобы вы не потеряли на этом баллы. Это можно получить либо на, как я уже сказал, на нашем курсе, либо если вы отдельно приобретете у нас вебинары по оформлению. Задачи будут сложными, но мы постараемся объяснить их для вас максимально понятно. Вот такая вот у нас интересная задача. И здесь нам понадобится такую, честно скажу, я еще не видел. Вот. И здесь нам так, значит, это найти и корни, корни, принадлежащие от 2 до 6. Значит, обычно в этом задании у нас идет тригонометрия, но если вы пишете в резервный день или вы пишете в досрочную волну, то велика вероятность, что вам достанется нетригонометрическое уравнение. Поэтому их тоже нужно уметь решать. Значит, смотрите. Меня здесь сразу триггерит вот этот вот Х. Он меня берет и, соответственно, триггерит и, ну, хочется чего-то с ним делать. Вроде какие-то намерки на замену Х плюс корень из Х, но там Х минус корень из Х, тогда замена не по... А там вообще Х, непонятно какая замена. Вот. И тут, собственно, очень светлая идея. На самом деле, либо 4 в степени Х вынести за скобку, либо на 4 в степени Х поделить. Вот. Ну и давайте я попробую честно на 4 в степени Х поделить. Почему я могу это делать настолько бесстрашно и отчаянно? Все дело в том, что 4 в степени Х у меня не обращается в ноль. Это всегда положительное выражение. А значит, я могу спокойно на него поделить. Ну а дальше при делении степени вычитаются. У меня получается 4 в степени. Значит, Х вычли. Осталось корень из Х минус полтора плюс 3 на 4 в степени минус корень из Х плюс полтора. Ну а здесь получается 4 в первой, то есть просто 4. Вот. Ну и теперь внимательный наметанный взгляд. Может заметить здесь, что если обозначить корень из Х минус полтора за Т, то вот здесь написано минус Т и тогда у нас здесь 4 в степени Т плюс 3 на 4 в степени Минус Т и минус 4 равно нулю. Значит, получается 4 в степени Т плюс 3 на 4 в степени Т минус 4 равно нулю. Опять же, пользуясь тем, что на 4 в степени Т можно домножить. 4 в степени Т – это всегда положительное выражение. Домножаю на 4 в степени t И получаю Значит 4 в степени t Мог бы написать 16 в степени t Напишу 4 в степени t в квадрате Минус 4 на 4 в степени t И плюс 3 равно 0 Следующий этап Следующий этап заключается В том, что мы 4 в степени t Как правильно говорит Кирилл Заменяем на u И получается u квадрат Минус 4u плюс 3 равно 0 Здесь я позволю себе Блеснуть умением пользоваться Обратной теоремой Виета И замечу, что если взять числа u равно 1 И u равно 3 То эти числа как раз И будут у нас Эти числа как раз и будут у нас Корнями Корнями данного уравнения Вот И тогда И тогда меня ждет Отвратительная обратная замена Да Меня ждет, кажется Отвратительная обратная замена Ну давайте 4 в степени t Равно 3 Это означает, что t равно Логарифм 3 по основанию 4 И второе Это 4 в степени t равно 1 Получается t равняется 0 Вот Ну t равняется 0 Это приятнее Нашли t Идем сюда Получается Корень из x Минус 1,5 Равно 0 И это получается Что корень из x Равно 1,5 x равно 2,25 И это первый ответ Второй ответ Нас не обрадует Это корень Это корень из x Равно 1,5 Плюс логарифм 3 по основанию 4 Значит x равен Вот этой вот Ерунде в квадрате Как звучит-то Ерунда в квадрате Плюс логарифм Так 3 четвертых В квадрате Вот И И И И О господи Мне еще и придется Кажется эту штуку Сравнивать с шестеркой Это прямо Выглядит как Какой-то Максимально Ну что-то такое Максимально Что-ли Бесчеловечное Ну давайте Значит Что меня ждет Так Это вообще неожиданная Сложность Я не смотрел задачу До конца Поэтому этого я не ожидал Так Ну давайте разбираться Тут понимаете В чем все дело Вот это вот число Вот это число Оно Где-то Живет В диапазоне От Оно живет Где-то в диапазоне От Соответственно Нуля От нуля До Одного Ну вот здесь Смотрите Я знаю Что 2,4 в квадрате Смотрите Значит Я знаю Что 2,5 в квадрате Это 6,25 А 2,4 в квадрате Это 5,76 Значит На самом деле Если я докажу Что вот это число Меньше чем 2,4 То Вполне возможно Что я победил Вот Но Такая моя Первая попыточка Это попытка Не обещаю Что она Увенчается Успехом Но я хочу Сравнить 2,3 Значит 2,3 Почему Потому что Там будет 0,8 Это удобнее Дробью написать Плюс Логарифм 3 По основанию 4 Значит Перекинули Получили 0,8 А здесь Логарифм 3 По основанию 4 0,8 Это 4,5 А здесь Это логарифм 3 По основанию 4 Значит Пятерочка Сюда Так Пятерочка Пятерочка Сюда Получается 4 А здесь Логарифм Смотрите Пятерка Умножения Пойдет В степень Тройки 3,5 По основанию 4 Ну и тогда Я должен Сравнить 4 С логарифмом 243 По основанию 4 И вот Беда в том Что 4 Это логарифм 256 По основанию 4 А нет Нет Все Мне повезло Как раз Я получаю Ну то есть 4 Это логарифм 256 По основанию 4 Вот Ну вот Это вот Один из вариантов Такого Мерзкого Сравнения Вот Ну то есть Тогда Я могу Сказать Что 2,3 В квадрате Это 5,29 Ну а Вот это число Меньше чем 5,29 Вот это число В квадрате Меньше чем 5,29 Значит Он нам подходит Почему еще раз Я взял 2,3 Чтобы здесь Было 4,5 Если бы я взял 2,4 Которые тоже Мне подходили Здесь было бы 9,10 И я выложил бы Был тройку Умножать В Десятую степень Возводить Десятую степень А я этого Не хочу Вот Ну то есть Я должен был бы Тройку в десятой Сравнивать с четверкой В девятой И ну как-то Как-то Неприятненько Ну и вот На самом деле Получается Что на пункт Б У меня Два ответа На пункт Б Мне подходит 2,25 И вот Этот вот Полтора Плюс логарифм Трех по основанию Четыре В квадрате Вот Вот такие вот Два ответа Ответы мне кажутся Совершенно Непонятными Поэтому я схожу В экспедицию За книжкой Вот И вам скажу Соответственно Такой ли Там ответ А там Так Ну кажется Что они его Упростили Сейчас Так Так Сейчас Сейчас мы Выясним Там Сейчас Они полтора Представили Как Да Да Там такой же ответ Вот это вот 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 это число Его можно представить Как логарифм Значит полтора Это логарифм Восьми по основанию Четыре Плюс логарифм Трех по основанию Четыре Будет логарифм Двадцати четырех По основанию Четыре И наверное В таком виде Логарифм Двадцати четырех По основанию Четыре Сравнивать его С Шестеркой Ну как С корнем из шести Поприятнее Может быть А может быть И нет Ну в общем В общем Вот ответ У нас Ответ у нас Так Значит у нас Тут Прямая Пятиугольная Призма Вот такая Вот фигура Которая Значит Сразу Пугает Что значит Прямая Это значит Что у нее Все боковые Ребра Перпендикулярны Плоскости Основания Значит Как-то Так Где-то Произошла Проблемка Давайте Мне кажется Что проблемка Произошла Вот тут Вот тут Произошла Проблемка И мы ее Сейчас с вами Как-нибудь Поправим Может просто Вот это У меня Наверное Вот это У меня Немножко Короче Так Сейчас Значит Тут Вот так Тут Вот так Тут Вот так Вот так Вот так Ну вроде Вроде более-менее Сносный Получился Черт Это не та фигура Которую ты строишь Сильно часто Вот так Значит А Б С Д Е Е1 А1 Б1 С1 Д1 Вот Вот такая Вот у нас Есть фигура Известно Известно Что боковое Ребро У нас Три корни Из пяти Далее БЦ БЦ ИЦД Это по шесть Это шесть Это шесть Четырехугольник Прямоугольник Со сторонами АВ5 Ну то есть Вот тут у нас Прямые углы И вот здесь Вот у нас Так Четыре корня Четыре корня Из пяти И есть два пункта В одном пункте Нас просят доказать Что плоскость А С А1 Е1 С А1 Е1 Я С вашего позволения Я просто уже знаю Что Сечение нам здесь Не понадобится Поэтому я просто Построю Саму плоскость Вот такой вот будет Треугольничек Эх Умел Начал Значит эти линии Они идут не по граням Они идут внутри Внутри моей фигуры То есть вот такой вот А вторая фигура У меня АЕ АЕД1 Но это на самом деле Давайте мы возьмем Оранжевый И построим вот такое вот сечение АЕД1 Это вот такая вот Штукенция Да что такое Так Сейчас новый кусок мела Это вот такая вот Такая вот штукенция И надо доказать Что эти плоскости Перпендикулярны Значит Какой У нас Здесь Будет План Решения Этой задачи Как вообще Доказать Что плоскости Перпендикулярны Нам нужна Теорема Аштере Теорема Аштере Говорит следующее Если у нас Есть плоскость И есть Прямая Ей Перпендикулярная Аперпендикулярна Альфа То Любая плоскость Надетая На штырь А Будет Перпендикулярна Альфа То есть Если Бета Содержит В себе А То Альфа И бета Перпендикулярны То есть Если Плоскость Проходит Через прямую Перпендикулярную Другой плоскости То Эти плоскости Перпендикулярны Отсюда я буду намечать вот такой план. Смотрите. Значит, я отдельно нарисую основание. Это прямоугольник, и это вот такой равнобедренный треугольник. И так. Е, Д, С, Б, А. Я проведу, смотрите, я проведу вот так вот перпендикуляр и продлю его. И тогда у меня окажется, что за счет того, что вот этот треугольничек равнобедренный, 6,6, 5,5, а вот это я сразу даже могу сказать, что это 2 корня из 5, и 2 корня из 5. Вот тут я сходу могу сказать, что дайте-ка я вот эту линию проведу, она будет перпендикуляром к ЕА. И на самом деле, вот если я отмечу на А1Е1 серединку, то вот так, и проведу вот такую плоскость, то хорошая новость для нас в том, что эта плоскость, ну, на самом деле, эта плоскость, эта плоскость просто перпендикулярна, зеленая, смотрите, она перпендикулярна, вот эта зеленая плоскость, эта серединка, эта серединка, да, нам сейчас даже не понадобится теорема Аштере, мы сейчас по-другому сделаем. значит, серединка-серединка, и у нас получается, что вот эта плоскость, пусть это будет Т1Т, значит, Т1Т1С1С, Т1Т1С1С, у нас перпендикулярна АЕ, и перпендикулярна А1Е1, ну, просто почему, потому что ЦТ перпендикулярна этим двум прямым, и ТТ1, потому что ТТ1 параллельно АА1, она тоже перпендикулярна этим двум прямым, то есть мы на самом деле построили плоскость, перпендикулярную двум данным. Ну, а тогда, если, смотрите, у нас есть две плоскости, и мы построим плоскость, перпендикулярную двум данным, интересненько ну ладно тут надо теорию просто подтягивать в общем хочу я сказать следующий факт что если у нас есть две плоскости вот такие и я втрою плоскость перпендикулярную каждый из них какую-то вот она как раз высечет на них нужный нам двугранный угол совершенно непонятная картинка то есть фактически это наверное сейчас мы все равно я эту идею расскажу и расскажу еще другую вот есть две плоскости если я строю плоскость перпендикулярную двум данным то вот тут у меня образуется обязательно угол между плоскостями вот кажется кажется мне что кажется мне что это верно вот если если две плоскости перпендикулярны третьей то их линия пересечения смотрите есть факт если две плоскости перпендикулярной 3 то их линия пересечения это перпендикуляр к третьей плоскости значит вот это перпендикуляр ну а дальше просто определение двугранного угла сработало вот То есть дальше мне достаточно для моей картинки посмотреть линии, что происходит в зеленой плоскости Если в зеленой плоскости у меня получится угол 90 градусов, все доказано Но вот кому это не очень нравится, можно еще пользоваться вот такой штукой Смотрите, я сейчас покажу, что прямая CT1 перпендикулярна оранжевой плоскости Значит, второй вариант Второй вариант CT1 перпендикулярна AED1B1 Здесь работает так называемая, здесь как раз будет работать теорема Аштыре Ну почему мы перпендикулярны? Первая прямая есть, AE перпендикулярность доказывается быстро Потому что проекция CT1 на основании это TC И теперь мне нужно показать перпендикулярность какой-то второй прямой Ну вот для этого я сейчас нарисую плоскость Т, T1, C1, C Значит, давайте T, T1, C1, C Значит, TC я могу посчитать У меня вот этот кусочек 5 А вот это по теореме Пифагора 36 минус 20, это будет 4 Значит, вот этот кусок 4, вот этот кусок 5 Значит, смотрите, вот для этого треугольника написал теорема Пифагора 36 минус 20 под корнем будет 4 Ну а здесь понятно за счет параллельности 5 Значит, вот это у меня 9 Вот это у меня 3 корни из 5 Теперь, в этой плоскости У меня оранжевая идет до вот этой точки Но вот эта точка, это как раз вот досюда То есть, вот здесь вот Пусть это будет точка К Значит, до точки К Вот так Оп Провели до точки К Ну а T1, C идет вот так До точки С И меня интересует уголочек вот в этом месте Как я могу этот угол найти? Ну, например, вот так, смотрите Я сейчас покажу, что вот эти вот два уголочка равны Тогда, если это альфа И вот этот тоже будет альфа Вот этот весь 90 Значит, это будет 90 минус альфа Альфа плюс 90 минус альфа Дадут мне 90 Значит, оставшийся угол тоже 90 Ну пусть вот это бета Значит, тангенс альфа Это 5 делить на 3 корни из 5 То есть, это корень из 5 на 3 Тангенс бета Это 3 корни из 5 Делить на прилежащий катет 9 То есть, корень из 5 на 3 Так как альфа и бета Это острые углы То из равенства их тангенсов следует, что альфа равно бета Тогда вот здесь у меня альфа Вот здесь у меня 90 минус альфа Ну и тогда вот тут у меня 90 Вот, все На этом доказано, что Ну и доказано, что СТ1 Перпендикулярно Перпендикулярно ТК СТ1 Перпендикулярно АЕ По теореме о трех перпендикулярах Ну отсюда следует, что СТ1 Перпендикулярно Чему? Перпендикулярно всей плоскости Всей плоскости Это АЕД1 АЕД1 Вот Вот такая вот Вот такой вот у нас первый пункт Вот Ну и за ним сразу идет второй Найдите объем многогранника САЕД1 Б1 Давайте розовый возьмем САЕД1 Б1 Ну что это за многогранник Тут понятно, что есть Четыре точки в плоскости И точка в ней Этой плоскости Значит, это Четырехугольная пирамида Ну а Значит Объем этой Четырехугольной пирамиды Вот ее там Основание Можете ее себе Отдельно где-то нарисовать Ну вот Ну вот ее основание Это АЕД1 Д1 Б1 Значит я должен Смотрите, чтобы я посчитать Объем Объем Я должен Одну третью основания Умножить на высоту И вот с высотой все круто Потому что Так как мы доказали Что СТ1 Перпендикуляр к плоскости То вот Ребятушки Наша высота Вот Это кстати Гораздо лучше Потому что Потому что Вот в этом решении Мы бы Мы бы кстати Тоже считали бы Вот этот угол А, ну все равно Мы поняли Что это высота Потом Да То есть если бы мы хотели Закончить это решение Мы все равно доказывали Что здесь угол 90 Просто подводка К тому Почему это доказывает Что плоскости Перпендикулярны Она была бы Другой Вот Так Значит Вот это Вот это Вот Вот это вот Это наша высота То есть С Пусть это будет О Умножить на СО То есть Мне нужно Почитать Вот эту площадь И почитать СО Ну давайте Этим займемся Так Начнем С СО Наверное Вот эти Два треугольника Т1ОК И треугольник ТОС Они подобны Почему? Ну вот этот угол Равен А Сейчас Не 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 Это Увы Сейчас Сейчас Я хочу понять Может быть Может я как-то могу Схитрить Но я могу Я могу Да Наверное я пойду Через подобие Я мог бы Сказать Что вот Прямоугольный Треугольник Вот его высота И этот отрезок Я умею находить Но я пойду Просто Через подобие По подобию У меня Коэффициент подобия 5 к 9 Значит это 9Т Это 5Т Ну а 14Т у меня Это что такое? Это Корень из 9 в квадрате 81 Плюс 3 корни из 5 в квадрате Плюс 45 Это у меня Это у меня Что такое? 126 Да Ведь это у меня 126 А 126 у меня Это 9 умножить на сколько? 9 на 14 Ну то есть это 3 корни из 14 Вот Ну тогда 9Т У меня 9Т Это Я должен 14Т умножить на 9 в квадрате 9 в квадрате 9 в квадрате На 3 корни из 14 Получается 27 На корень из 14 Вот это высота Я ЦО я нашел Теперь Чтобы найти Площадь этого Чтобы найти площадь Этой основания Надо заметить Что основание У нас прямоугольник Почему? Потому что Е Смотрите Можно сказать Что проекция АВ1 На основании Это АВ АВ перпендикулярна ЕА1 Значит по теореме О трех перпендикулярах У нас И АВ Перпендикулярна АЕ Теорема о трех перпендикулярах Нужно знать Благо видео Выходило не так давно У нас на канале Вот Тогда мы получаем Что Тогда мы получаем Что Эта фигура Прямоугольник Значит нужно просто Найти боковые грани Ну давайте Значит получается 1 третья Прямоугольник Это 4 корни из 5 4 корни из 5 А здесь У меня Значит 3 корни из 5 И 5 45 45 Плюс 25 Корень из 70 Корень из 70 Умножить на 27 Делить на корень из 14 Ну здесь получается Хорошо Тройка и 27 Дают девятку Корень из 70 Из 14 Дает корень из 5 Значит получается 4 На 5 На 9 Это 180 То есть получается Вот такой Приятный в итоге Ответ Объем Ну объем в общем-то Посчитался Задача конечно На мой взгляд Очень сложная То есть Наверное Я смело могу Констатировать Что это Самая сложная задача В варианте Ну и обычно По времени Понятно Там Времени понятно А неравенство У нас такое Логарифм От логарифма По основанию 3 9 Минус Х Квадрат Значит Это больше Либо равно Нуля И здесь Тангенс числа 3,2 Смотрите Значит Вот это надо решить Задача Не сложная Но Куварная В чем коварство Ну во первых Давайте разберемся С тангенсом 3,2 Вот Если нарисовать Окружность То 3,2 Это путь Который мы должны Пройти Из этой точки В положительном направлении Вот Это Пи И Пи Это У нас 3,14 Ну и так далее То есть Пи это Меньше 3,15 Значит 3,2 Будет находиться Путь Длиной 3,2 Он Будет Вот здесь Мы попадаем С вами В Мы попадаем С вами Вот в эту Вот четверть И у нас Получается Что Вот Значение В точке 3,2 По оси Тангенсов Во первых Положительно Во вторых Меньше Одного То есть Смотрите 3,2 Оно у нас Меньше Чем Пи Точнее Больше Чем Пи Но меньше Чем 5 Пи На 4 Это Означает Что Тангенс 3,2 Принадлежит От 0 До 1 Это Вот важная Информация Которая Нам Здесь Нужна Тангенс Зажата Между Нулем И Единичкой Ну теперь Мы с вами Знаем Что Это Означает Что Знак Неравенства Надо Будет Поменять То есть Надо Будет Сказать Смотрите Избавляясь Мы получаем Что логарифм 9 минус Х квадрат По основанию 3 Должен быть У нас С одной Стороны Меньше Либо равен 1 Ну потому что Мы Можем Представить 0 Как Логарифм Единица По основанию Тангенс 3,2 Это же Все равно 0 Логарифм Единица По основанию Тангенс 3,2 А дальше Убирая Логарифмы Когда у нас Основание От 0 до 1 Мы обязаны Поменять Знак Но помимо Этого Мы еще Должны Следить Что наш Логарифм Все таки Наш Логарифм Сам является Выражением Под знаком Логарифма Значит он должен Быть Больше 0 То есть Мы Равносильным Переходом Можем Перейти Вот Такой Штуке То есть Еще раз Смотрите Вот здесь Вот был Вот здесь Был у нас Здесь Был у нас С вами 0 Мы 0 Представили Значит У нас Был 0 Мы Сказали Что Этот 0 Это Логарифм Единицы По основанию Тангенс 3,2 А дальше Воспользовались тем Что Основания Одинаковые И можно Постоянные Лежат Вот в этом Диапазоне Значит От логарифмов Можно избавиться Вот Ну теперь Теперь Соответственно Нам нужно Нам нужно Решить Вот это Ну и здесь Надо понять Что Это будет верно В том случае Если 9 Минус Х Квадрат С одной Стороны Меньше Либо равно Тройке А с другой Стороны Больше Единицы Вот это Неравенство Гарантирует Нам Вот это Неравенство Гарантирует Нам Выполнение Вот этого Условия А вот это неравенство гарантирует нам выполнение вот этого условия. Вот. Ну, а вот это в свою очередь означает, что так, минус x квадрат должен быть меньше либо равен минус 6, но больше либо равен минус 8. Что в свою очередь означает, что x квадрат должен быть меньше либо равен 8, точнее меньше 8, но больше либо равен 6. Ну, а это дает нам уже два промежутка для x. x принадлежит от корня из 6 до корня из 8, объединенное от минус корня из 8 до минус корня из 6. Вот. Ну, собственно, такое относительно техническое неравенство. Можно было каждое решить по отдельности, но вот здесь я воспользовался тем, что вместе это равносильно вот такому двойному неравенству. Я задался вопросом, в каком диапазоне должно лежать выражение по знакам логарифма, чтобы выполнялся этот неравенство. Вот такому. Ну, а дальше техника решения двойных неравенств. Решить это можно было и по-другому. Вот. Ну, кажется, так просто. А зачем решать сложно, если можно просто. Дальше нас с вами ждет длинная экономическая задача. Кажется, она тоже кандидат на то, чтобы быть неприятной задачей. Есть у меня такая гипотеза. Так, это я стираю. Мне места здесь совсем не потребовалось. Максим планирует взять кредит в банке на некоторую сумму. Кредит предоставляется на 3 года. В январе каждого года действие долг увеличено на 20%. Так, у нас есть 3 года, 20%. А сумма С. 3 года, 20%. И есть кредит Б. Та же сумма. Здесь 2 года, 24%. Ну и давайте у нас сказано, что равные суммы там и там. Значит, вот тут мы будем платить X, а тут мы будем платить Y. Что известно? Значит, по первому варианту кредитования ему придется выплатить на 373 600 рублей больше, чем по второму варианту. Значит, по первому варианту он выплачивает 3X, а по второму варианту он выплатит 2Y. Ну, в одном случае 2 выплаты, в другом 3 выплаты. И известно, что 3X минус 2Y равно 373 600 рублей. Ну и давайте в данном случае, нас просят найти S. S-вопросы. Ну, давайте попробуем с этим разобраться. Значит, у нас с вами аннуитетный платеж, с которым мы будем работать в виде таблицы. Значит, по A у нас будет долг, долг плюс процент, дальше будет выплата, дальше будет новый долг. Вот такая типичная таблица. Можно на канале найти видео, оно называется «Кредиты и что с ними делать». Так, у нас с вами будет 3 года. Первый, второй и третий. Так, ну давайте. Сначала было S, потом это S увеличилось на 20%. Стало, смотрите, 20% добавилось, стало 120%. 120% как найти? Разделить на 100 и умножить на 120. Разделить на 120 и разделить на 100, это умножить на 1,2. Получается 1,2S, выплата X, новый долг 1,2S минус X. Дальше, новый долг 1,2S минус X опять увеличивается на 20%. Мы опять выплачиваем X и получаем теперь следующий долг 1,2 на 1,2S минус X минус X. Вот, значит, получается 1,2S минус X. Новый долг получается 1,2 умножить на это 1,2S минус X. Так, нет, сейчас, прошу прощения. 1,2 на 1,2S минус X минус X. Дальше у нас X и финал у нас 1,2 на 1,2S минус X минус X минус X. И вот этот долг равен нулю. Вот у нас связь X с X. Это если за 3 года. То есть долг, потом начислялись проценты, потом была выплата, становился новый долг. Он переходил на начало следующего года, увеличивался на 20%, выплачивали новый долг. Увеличивался на 20%, выплачивали новый долг. Вот. По B. Был то же самое. Только 2 года. Долг, долг плюс процент, выплата, новый долг. Давайте я опять честно эту табличку заполню. Честно скажу, мне немножечко лень это делать, но что поделать. Значит, 1,2. И получается здесь S. Ну а здесь уже будет 24%, 1,24S. Дальше выплата Y. 1,24S минус Y. Дальше 1,24S минус Y. Получается 1,24. Опять увеличилось на 24%. 1,24S минус Y. Опять выплатили Y. Ну и получается окончательный долг. 1,24S минус Y. Я поменял местами. Ну, могу сзади написать. Ну и опять минус Y. И вот эта штука равна нулю. Вот. Итак, своими героическими усилиями мы получили три уравнения. Раз. Два. И три. Начнем мы с того, что эти уравнения поупрощаем. Здесь золотое правило, что вот эту штуку 1,2 нужно записывать как 6,5. Значит, 1,2 равно 6,5. Тогда у меня получается 6,5 на 6,5. И здесь сразу можно раскрыть скобку. Точнее нет. 6,5S пока не раскрываем. Минус X. Минус X равно нулю. Дальше. Смотрите. Я умножу 6,5 на 6,5. Получу 6,5 в квадрате S минус 6,5 X минус X умножить на 6,5 минус X. У меня получается 6,5 в квадрате S минус 36,5 X минус 6,5 X минус X равно нулю. Вот. Ну и тогда получается так. Нет, я перенес другую часть. Тогда уже не равно нулю. Вот. Получается. Значит, что? Здесь получается 216,125. S равно нулю. Ну, а здесь, соответственно, будет 30,25, а здесь 25,25. Значит, 36 плюс 91. S на точнее X на 25. Ну и тогда мы получаем, что X равно. Значит так. Снизу 5 осталось еще 91. 216 S на так. А здесь будет сколько? 91 на 5. Ох, ужасное число. 455. Вот. Это вот такой X. То же самое делаем с Y. Вот здесь 1,24. Это что такое? Это можно сократить максимум вроде на 4. Это 31,25. Вот такое вот не самое радостное число. 31,25 на 31,25 S. Минус Y. Минус Y. Значит, это равно нулю. Получается 961,625. Минус 31,25. Минус Y. Минус Y. Здесь S. Получается 961,625. А S равно чему? Так. 25 плюс 31,56. Да? Вроде да. 56,25 Y. Вот. Ну и теперь, значит, мне нужно... У меня Y равен чему? Фух. Я должен 25 умножить на 56. Это то же самое, что 50 умножить на 56 и разделить на 2. 50 на 56. Это 2800. Вроде получается 961 на 1400. С. 20, да. Вот. Ну, в общем, вот такой X. И вот такой вот Y. Ну и теперь идем вот в это уравнение. И вот что мы получаем. Значит, X надо умножить на 3. И это будет, значит, 216 на 3. Это будет 648. S. 455. Вот это число. Минус. Значит, я умножаю Y на 2. И у меня получается 961,700. 961,700. Так. S. И вот это должно быть равно 373,600. У меня есть подозрение, что я мог где-то ошибиться. У меня сейчас числа, конечно, просто максимально ужасные. Я не знаю. Вот. Либо здесь действительно продумывали для какого-то... Люди, считайте, пока не опупеете. Вот. Либо, в общем, у меня просто ужасный общезнаменатель здесь. У меня вот это вот, понимаете, 5 на 91, а это 5 на 140. Ай, подождите. Вот, Надежда. 91, это все-таки 7 на... 91, это 7 на 13. 5 на 7 на 13. А здесь 5 на 7... 5 на 7 на 20. И тогда я должен вот это домножить на 13, а вот это домножить на 20. Радости, конечно, мало, но давайте пробовать. Значит, если я обчитался, это будет крах. Искать в этом ошибку, это... Я бы мало кому это пожелал. Так, 480... 12960... С... Ведь так 12960... С... Минус... Так, 961... Делить на... Умножить на 13. 3, 8, 28... Плюс 961... Значит, 3, 9, 3, 9, 4, 12. Ну, то есть, получается 12493. С... А здесь, получается, мне нужно 700 умножить на 13. Это 9100. Ну, то есть, я должен вот это на 13 умножить. Это 700. Получается 9100. Равно 373, то есть, 0, 0. Вычитаем. Получается у нас сколько? Вроде 467. С... На 910 равно 373, то есть, и два нуля. И вот мои молитвы сейчас обращены к тому, чтобы вот это число вот с этим сократилось. То есть, если сократится, то значит, у нас все получится. А если не сократится, то я не знаю. Ну, в общем, я очень расстроюсь. Давайте. Так. 3736 делить на 467. Значит, моя надежда, что это даст мне 8. 6, 5, 3. И сколько? Так. Во. Надо же. Это просто 8. То есть, эти числа сокращаются. И здесь получается 800. И тогда S у меня есть 800 умножить на 9100. Значит, 8 на 901 это 700... Так. 7 миллионов 280 тысяч. Вот, друзья, я пошел смотреть ответ. Но я вообще-то в шоке от того, что я смог это решить без калькулятора и без ошибок. Я не знаю, как это должен был сделать рядовой ученик. Более противной задачи я не встречал давно. То есть, если бы мне хотелось придумать кому-нибудь мерзкую задачу, я бы вряд ли придумал что-то... Ну, я бы вряд ли переплюнул бы эту задачу. Вот. Ну, между тем, между тем, давайте я прямо взял книжку. Я прямо иду в ответы. И... И... 7 миллионов 280 тысяч. Заметьте, ответ на отдачу в миллионах рублей. Вот. Меня поражает, что мы это сделали. Но мы это сделали. Вот. Эта задача, на самом деле, требовала от нас достаточно хорошего счета. Вот если бы мы здесь не перешли к дробям, мы бы здесь получили какую-то полную хрень. То же самое вот здесь. Ну, в общем, здесь вот мастерство аннуитетных платежей и то, что в аннуитетных платежах надо десятичные дроби приводить в обыкновенные. Вот это прямо манифест того, что переводите в экономических задачах десятичные дроби в обыкновенные, по крайней мере, в аннуитетных платежах. И, может быть, вам будет счастье. Вот. Ну, в общем, вот это комментировать я, пожалуй, не буду. Потому что уровень этой задачи, ну, для тех, кто не может составить вот эти две таблицы, ему, наверное, эта задача не нужна. Ну, и, конечно, еще одна, один манифест этой задачи, что не надо в них пытаться пользоваться калькулятором, по крайней мере, первое время. Потому что если бы, если человек научен калькулировать, то вот проделать вот эти все операции, а я здесь, на самом деле, ну, по опыту, вот, имея некоторый бэкграунд математический за плечами, ЕГЭшный, ну, я знал примерно, как лучше это делать, чтобы это было хорошо. Набрать этот бэкграунд можно только работая руками, то есть с опытом, без опыта. Вот. Поэтому no calculator на экономических задачах, please, guys, I beg you. Друзья, мы переходим к задаче 17 профильного ЕГЭ. Это задача по планиметрии. И планиметрия, на самом деле, несмотря на то, что проходится нами седьмого класса, это достаточно сложная тема. Потому что для того, чтобы решать задачу по планиметрии, вам необходимо сделать шажок от базового уровня, который был в школе, и который требуется для задач первой части, до планочки, где стоит задача 17. Нужно знать много фактов, много конструкций, уметь работать с разными приемами. Теорема Менелаев, теорема Синцев, теорема Косинусов, различные формулы площади, вне вписанной окружности, вписанной окружности, первый-второй признак вписанного четырехугольника. Все эти инструменты должны у вас быть. У меня для вас хорошая новость. Мы в профиматике подготовили для вас курс из 30 уроков, где каждый урок мы проходим один необходимый навык для решения планиметрии. К каждому уроку прикреплен видеоразбор, необходимая теория и задачи. Я уверяю вас, если вы испытываете сложности с планиметрией, но пройдете этот курс, дальнейшее изучение планиметрии станет для вас гораздо более простым и понятным. Ссылочка есть в описании или переходите по данному кор-коду, там будет вся информация. Трехугольник вписан в окружность. Картинку с окружностью начинаем строить с окружности. У него, значит, две стороны равные. Это уже круто. 20-20. Известен радиус. Известно, что еще есть сторона 7. Вот это 7. Вот это, кажется, надо будет найти. Значит так. А нет. А нет. Вот я... Вот я неправ. Стираем. И у нас вот так вот две стороны равны. Вот это 20. Вот это тоже 20. Вот это будет 7. На самом деле, я по опыту знаю, что если две стороны 20, то перед нами уже точно равнобокая трапеция. И вот это вот x. Ну, то есть, если у нас две стороны и четырехугольник вписан в окружность, то это может быть только равнобокая трапеция. Если две соседние стороны. Давайте поймем почему. На самом деле, сделаем это так. Проведем диагональ. И обозначим вот этот вот угол альфа и вот этот вот угол бета. Вот. Ну, и, собственно... Собственно, возьмем центр окружности. И вот этот вот угол будет 2 альфа. Вот этот вот розовый угол будет 2 бета. Ну, и треугольник, пусть это О, так, А, Б, Т, Д. У нас получается, что треугольник АО, Б равен треугольнику ТО, Д, СО, Д по третьему признаку. Третий признак. Ну, а это в свою очередь означает тогда, что 2 альфа... Ну, углы равны. Значит, 2 альфа равно 2 бета. Значит, альфа равно бета. Все. Вот такая вот штука получается. В этой задаче. То есть, альфа равно бета, ну, а значит, тогда 2 прямые параллельны. Эти углы равны. Так, нас просят найти АД. Здесь найдите АД. Вот в такой задаче. Фух. Ну, и надо подумать, а как нам АД как раз и найти. Как нам здесь АД найти, если мы в трапеции знаем радиус, две стороны и основание. Что мы, собственно, можем сделать? Что мы можем сделать? Сейчас я подумаю, что мы можем сделать. Значит, задача про следующую. У нас есть равнобокая трапеция. Нам известно в ней много чего. А найти надо, ну, то есть, известно три стороны. И известно, соответственно, у нас радиус описанной окружности. И нас просят найти, получается, оставшиеся основания этой трапеции. Вот, видимо, тут есть разные подходы к решению, к решению этой задачи. Вот. Так. Есть разные подходы к решению этой задачи. И тут вопрос в том, чтобы найти, наверное, самый такой оптимальный подход. Ну, во-первых, смотрите, в треугольнике АУБ и ЦУД и в треугольнике ОБЦ я на самом деле знаю все и могу все, что мне нужно найти. Вот. В целом, в целом, я могу угол АУД, например, найти. И зная угол АУД, я могу найти Х по теореме косинус. То есть, вот это у меня 16, вот это у меня 16. Ну, и если я косинус этого угла найду, то вроде у меня все хорошо. Вот. Ну, даже мне достаточно найти не косинус угла, а косинус его половины. Смотрите, я вот так провожу. У меня вот эта линия, если здесь серединка и здесь серединка, она будет высота, и она пройдет через центр окружности. Ну, на самом деле, я просто провел к БЦ серединный перпендикуляр и к АД серединный перпендикуляр. Они, во-первых, придут оба в точку ОБ, потому что они серединные перпендикуляры. Ну, а во-вторых, соответственно, они... Чего? Они, собственно, это из параллельных прямых. Два перпендикуляра, пришедшие в одну точку, они точно сойдутся в одну линию. Ну, а теперь мой план найти вот этот вот уголочек. А как я его найду? Я его найду... Вот пускай у меня, смотрите, есть два бета, которое равно 2 альфа, а вот здесь у меня угол фи. Вот. И тогда вот это у меня... Вот это у меня... Значит, 180 минус 2 бета минус фи. Вот такая вот штука. И тогда я... Смотрите, если я буду знать синус этого угла, я найду половинку икса. То есть моя задача свелась к тому, что... Что, соответственно, мне нужно найти синус... 180 минус 2 бета минус фи. Ну, и здесь, и здесь, что от меня требуется? От меня, на самом деле, просто требуется сказать, что это синус. Значит, это синус 180 минус альфа. Это синус 2 бета плюс фи. Вот. Ну, и вот это я могу почитать как синус. 2 бета косинус фи. Плюс косинус 2 бета. Синус фи. Вот. Ну, вот это выражение мне и предстоит посчитать. Я думаю, что и в четвертом варианте будет, наверное, такая же задача. И с ней уже попробует справиться как-нибудь по-другому Владислав Аркадьевич. Вот. А я сделаю вот так. Это первое, что приходит в голову. И точно приведет меня к успеху. Давайте найдем косинус 2 бета. Значит, я могу сказать, что 20... Теорема косинусов для АУБ. Треугольник АУБ. Теорема косинусов. Я, видимо, прогневал судьбу, когда сказал, что мне этот вариант кажется легким. Он не кажется мне легким уже. Вот. Ну, видимо... Так. Значит, здесь будет 512 на косинус 2 бета. Вот. Получается, у меня, значит, 256 плюс 512. Значит, это перенес сюда. И 400 сюда. Да, у меня получается по 12. А здесь 512 косинус 2 бета. Мне еще потом синус этого считать. На что-то я, кажется, плохое подписался. Может быть. Здесь можно было что-то поприятнее найти. Не знаю. А еще же у меня, наверное, нет никакой гарантии. У меня же еще нет никакой гарантии, видимо, где лежит центр окружности. Ну, ладно. Этот угол я все равно могу посчитать. Сейчас мы... Если с центром, мы сейчас какую-то аномалию увидим. Так. Я могу, по крайней мере, на 8 сократить. Значит, 112 на 8. 7 даже на 16. Это 16 на 7. 7. А здесь получается 32. Осинус 7 тридцать вторых. Вроде. Опять от меня требуется считать. Значит, ну, я могу посчитать здесь еще синус. Так. Синус 2 альфа у меня получается... В квадрате это 1 минус... 1 минус... Сколько? Ну, на самом деле, смотрите, у меня получилось, что 2 бета это точно острый угол. Значит, бета тоже острый угол. Значит, центр окружности будет лежать в треугольнике АЦД. За счет того, что... Ну, в общем, да. В общем, с центром окружности здесь получается все в порядке. Вот, треугольник АЦД у нас получается остроугольным, и там будет внутри него лежать центр окружности. Картинка верная. Так. Господи, 49 1024. Ну, 975 1024, вроде, да. И тогда синус 2 альфа. Синус 2 альфа это корень, здесь будет 32, а из 975 точно 5 можно вынести. И 5 на корень из 39 вроде. Вот, вот такое вот число. Теперь, вот здесь, вот здесь у меня 3 с половиной, а вот тут у меня 16. Тогда синус угла... Так, только я 2 альфа стал писать, а мне нужно 2 бета. Значит, синус угла фи у меня это отношение 3 с половиной к 16. 3 с половиной к 16, то есть 7 тридцать вторых. Это какой-то удивительный факт, что у меня, значит, синус совпал с косинусом. В общем, происходит что-то интересное, что надо поосмысливать. Вот, значит, у меня синус совпал с косинусом. Это значит, что точка О попадет сейчас на АД. О попадет на ОД, это интересно. Сейчас, сейчас, сейчас мы с этим, сейчас мы с этим разберемся. Значит так. Значит, ну, тогда косинус альфа. Я точно знаю, что угол фи у меня, что угол фи у меня острый. Вот, ну, просто потому что в треугольнике есть угол 2 фи. Который даже если тупой, его половина острая. Ну, значит, это у меня 5 корней из, соответственно, чего? А, нет. Сейчас. А, нет, нет. Вроде все нормально. 39 на 32. И тогда у меня получается, значит, синус 2 бета на косинус фи. Это 975 1024 плюс, соответственно, 49 1024. Получается, что у нас единица. То есть, получается, что синус вот этого угла, это единичка. Значит, вот этот вот угол 90 градусов. А такое может быть. А такое может быть у нас только в случае, если точка О лежит на АД. Вывод. О принадлежит АД. Ну, а если О принадлежит АД, следовательно, следовательно, АД равно 2 радиусам и равно 32. Вот. АД равно 32. Можно ли было дойти до этого факта как-то проще? Ну, то есть, по факту, нам с вами нужно показать, что вот этот вот угол, например, 90. Вот. И для этого достаточно посчитать, какие углы. Ну, вот этот вот угол Альфа. Это тоже угол Альфа. И вот здесь вот угол Бет. То есть, если мы можем доказать, что сумма этих углов, ну, тут просто все считается так же. Если мы можем показать, что сумма этих углов у нас, что сумма этих углов у нас с вами, сколько? Что сумма этих углов у нас 90, то мы победили. Вот. Ну, можно было, можно было действовать вот так. В общем, если знать это, то, скорее всего, это можно как-то было поискать и увидеть через вычисление. Ну, вот. Я этого не знал. Я в ответ не смотрел задачу, это не решал. Это вот то, что родилось перед вами. Попытка посчитать угол. Можно было, действительно, можно было идти другими путями. Ну, то есть, если узнать, что это угол 90, то все хорошо. Вот. Но как можно было по-нормальному узнать, что это угол 90, как его можно было бы посчитать, это, честно вам скажу, для меня пока загадочка. Параметр, вот, как этот угол, как этот угол можно было посчитать, вот. Не самая приятная геометрия. В общем, не нравится мне этот вариант, друзья. Друзья, мы начинаем решать параметр. Если вы пришли и смотрите разбор параметра, значит, вы ориентируетесь на 80 плюс баллов на ЕГЭ по профильной математике. А это балл, для набора которого необходимо уметь уверенно решать параметр. И для того, чтобы научиться решать параметр и делать это хорошо, я рекомендую наш курс из 30 уроков по параметрам. Это, соответственно, 30 уроков, где каждый урок посвящен одному навыку. Мы научимся строить все возможные графики, которые нужны для ЕГЭ. Мы научимся с вами работать с модулем, выделять полный квадрат, вводить вспомогательный аргумент. Мы порешаем с вами какое-то количество, на самом деле, ЕГЭшных параметров. И, выйдя из этого курса, вы получите необходимую базу для того, чтобы, взяв ее, уверенно решать параметры уже на ЕГЭ. Ссылочка есть в описании. Ну, либо переходите по QR-коду. Уверен, что вы не пожалеете, если пройдете этот курс. Вот такое вот уравнение. Значит, 6х квадрат минус 13х плюс 5ax минус 6а квадрат. Вот такого варианта мне уже ларин начинает нравиться. Плюс 6. По окнованию 0,4. На корень из 2х минус 3а плюс 4. Эта штука равна 0. Ну, давайте разбираться с тем, что здесь, собственно, происходит. А происходит здесь следующее. У нас дробь равна 0, когда числитель равен 0, а знаменатель не равен 0 и определен. Значит, у нас с одной стороны числитель равен 0. Это означает, что вот такое выражение должно быть равно 1. При этом знаменатель должен быть определенно не равен 0. Это означает, что 2х минус 3а плюс 4 должно быть больше 0. Вот такая система должна решаться. И в таких структурах, как вот это, тут две надежды. Либо это свернется в уравнение окружности, что маловероятно, глядя на вот эти знаки. То есть, в окружности это, наверное, нет. А здесь плюс. Ну, тогда попробовать разложить на множители с помощью теоремы Виета, дискриминанта или чего-то группировки. Ну, мои я ставлю на дискриминант. Ну, давайте, значит, будем решать вот такое уравнение. 6х квадрат плюс 5а минус 13 на х минус 6а квадрат минус 13а плюс 5 равно 0. И 2х минус 3а плюс 4 должно быть больше 0. Вот, ну и, значит, давайте дискриминант поехали считать. Дискриминант у нас это 25а квадрат минус 130а плюс 169 минус, точнее, плюс 144а квадрат. Меня это вдохновляет 25 плюс 144 – это 169. Далее, 13 на 4 – это 52, 52 на 6. Хо-хо-хо-хо, 312, да, 52 на 6. Я не знаю, что с составителем, почему ему так хочется, чтобы я считал. За что? Минус, минус 120. Какой-то вариант, это, агитация, засунь в трусы калькулятор и единый ЕГЭ. Потому что, ну, не знаю, в добром здравии, ой, зачем равно, ну, просто равно. Ну, в общем, сколько считать, это, это. В общем, ребята, я грущу, печалюсь и так далее. Ну, сколько? 182 плюс 49, да, равно нулю. Нет, это равно 13а минус 7 в квадрате. Ну, а это означает, так, я хотел решать 6х квадрат, 5а плюс 13, точнее, минус 13 на х, минус 6а квадрат, минус 13а, плюс 5 равно нулю. И теперь я нахожу х первое, второе. Значит, это минус b, то есть минус 5а плюс 13. И здесь вы можете у меня спросить. Дружище, а ты модуль написать не хочешь? А я вам отвечу. Ребята, я не хочу писать модуль. Я пишу плюс-минус. У меня ломается мил. Я пишу плюс-минус. И когда я этот модуль раскрою, неважно раскроется у меня модуль с плюсом или с минусом, мне плюс-минус все равно даст два случая. Плюс 13а минус 7 и минус 13а минус 7. Поэтому never mind. Значит, с плюсом у меня получается х1 равно 8а плюс 8 на 12. Получается 2а плюс 2 делить на 3. И вроде второй вариант у меня х2 равен чему? Х2 у меня равен, так, с минусом это минус 18а и плюс 20 делить на 12. Получается, я могу это сократить. Могу же. Так, сейчас, друзья, какая 8? Здесь 6. Здесь вроде 6 с плюсом. А здесь 20. Все ли так? Вроде да. И получается... Чего? Так, вот это я уже так лихо не сокращу. Значит, 2а на 3 плюс 1 вторая. А здесь я получаю минус 3а на 2 плюс 5 третьих. Ну, вот. И дальше у меня, значит, при умножении действительно получается минус а квадрат. При, значит, у меня получается действительно плюс 5 шестых. Ну, вот теорема Виета мне говорит, что кажется, я молодец. Сейчас я только из 10 третьих вычту 3 четвертых. Так, 10 третьих минус 3 четвертых сколько будет. Получается... 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 Получается 30... Так. Вот не получается. Так, еще раз. Из 10 девятых я должен вычесть 3 четвертых. 40... Получается 13... 13 каких? Вроде 36-ых. Вот. 13... Так, получается сколько? Еще раз. Вот тут что-то не сходится. Что-то по корням вроде не сходится. Сейчас. Одну секунду, друзья. Надо проверить себя. Значит, получается минус 120. Действительно получается 49, 13, 13... А, плюс, плюс 7, плюс 7, плюс 7, извините. Здесь плюс 800. Да. Вот тут плюс 7, вот тут плюс 7. И тогда вот тут будет наоборот плюс. Так. Со знаком плюс у меня будет 8 плюс 20. А со знаком минус у меня будет минус 18 плюс 6. Плюс 6. И тогда 1, 2 и 5 третьих поменяются местами. Вот здесь будет 5 третьих. Здесь будет 1 вторая. И тогда, и тогда вот получается минус 15 шестых плюс 2. И да, все, все, все хорошо. Да. Вот, Александр, если бы мне сказали, что я забыл там, что я там не тот знак написал, я бы вам сказал большее спасибо, чем то, что я забыл Анну. За то, что вы следите, тоже вам большое спасибо, Александр. Вот, значит, ну вот, получились у нас 2 корня. А теперь мне нужно, чтобы один корень подходил, другой не подходил. Значит, подставляем их прямо вот сюда. У меня 2 корня, ну, значит, подставляем, проверяем на это условие. 4А на 3 плюс 10 третьих минус 3А плюс 4 больше нуля. Подставляем второй корень. То есть проверяем, когда эти корни подходят. Минус 3А плюс 1 минус 3А плюс 4 больше нуля. Так, вот, значит, здесь получается 5 третьих А меньше скольких? 22 третьих. А вот здесь получается 6А меньше 5. То есть получается у нас А меньше 22 пятых и А меньше 5 шестых. Ну и вот нам нужно, чтобы подходил один корень. Здесь остается последняя ловушечка. Значит, у нас для одного корня вот так, 22 пятых. Для другого корня вот так, 5 шестых. И последняя ловушка заключается в том, что где будет один корень? Вот здесь, но еще будет включена вот эта точка. То есть Х будет принадлежать от 5 шестых до 22 пятых. Вот такой вот у нас получается ответ. И еще на самом деле я не посмотрел один случай, а он важный. У нас может быть вот здесь два корня, но они могут совпадать. Когда они совпадают? Ну когда дискриминант равен нулю. То есть тут еще есть случай Х1 равно Х2. Это равносильно тому, что А равно минус 7 третьих, 7 тринадцатых. Ну и здесь можно заметить, что вот это А подойдет и сюда, и сюда. Будет два корня, но они совпадут. Минус 7 тринадцатых. В этой точке Х1 равно Х2. Вот тут есть Х1. Вот тут есть Х2. Вот тут везде есть Х1, Х2. Но вот иногда они совпадают. Минус 7 тринадцатых. Ну какая здесь мораль? Какая здесь мораль у этой истории? У этой истории мораль в том, что вы когда получаете вот такое выражение, из него надо пытаться получить либо окружность, либо соответственно разложить на множитель через дискриминант. Ну вот мы это сделали через дискриминант. И соответственно мы с вами получили два корня. Ну а дальше просто надо проверить корни под второе условие. То есть сам пример несложный, но опять какой-то, ну опять какой-то счет. Бесконечный счет в этом варианте. Вот. Ну к счастью, последние задачи. Хотя там есть, я смотрел только пункт В, он легкий. А вот остальные пункты я не смотрел. И не знаю, чего там нам следует ждать от этой жизни. Значит у нас число Х может дать либо 7Х, либо Х на 7. Такая вот история. И известно, что у нас есть последовательность, сумма всех членов которой это 9, 1, 7, 7. Вот дальше есть пункт А. Может ли последовательность состоять из трех членов? Ну давайте ответим на пункт А. Пусть первый член Х. Тогда мы с вами можем получить 7Х и можем получить 49Х. Это первый вариант. Значит второй вариант. Мы можем из Х получить 7Х и потом снова получить Х. Это второй вариант. Вот другие варианты. Можно еще. То есть смотрите, у нас может быть увеличение-увеличение. Увеличение-увеличение. Увеличение-уменьшение. Ну а вот другие варианты, они получатся, если посмотреть в другом порядке. Вот этот вариант. Это... Вот если идти вот так, то... Нет, хотя... Сейчас. Ну вот это вот. От 49Х это будет два уменьшения. Вариант. А вот здесь... А может быть еще вот такой вариант, что было 7Х, потом стало Х, потом стало 7Х. Ну то есть понятно, я мог бы написать ХХ на 7 и снова Х. Но все равно у нас все числа целы, поэтому можно через 7Х писать. То есть Х это самое маленькое число у меня в последовательности. Ну и вот есть вариант, когда мы уменьшали, но его можно записать как 49Х, 7Х и Х. Ну то есть у нас... Смотрите, у нас в целом какие варианты могут быть. У нас может быть увеличение-увеличение. У нас может быть увеличение-увеньшение. У нас может быть уменьшение-увеньшение. И у нас может быть два уменьшения. Ну вот уменьшение это вот этот вариант наоборот, он даст ту же сумму. Вот, это увеличение и уменьшение, это уменьшение и увеличение. Но в любом случае сумма у нас получается либо, значит, 57x, либо 9x, либо, соответственно, 15x. 15x и 9x невозможно сразу, потому что это число не делится на 15, не делится на 9, на 15 не делится, потому что не делится на 5, а на 9 не делится, потому что сумма цифр у него, соответственно, не кратно 9. Вопрос с 57, но с 57 делится на 3, а 9177 на 3 не делится. Поэтому мы рассмотрели для пункта А все варианты, каким могла бы быть наша последствия из трех членов. Вот, ее сумма была бы либо вот такой, либо вот такой, либо вот такой, где x целое число по условию, даже натуральное. Но вот ни одна сумма не может равняться 9177, поэтому нет, такое невозможно. Вот, и здесь, конечно, хорошо бы задать себе вопрос, а вот эта штука, она вообще на что может делиться? Ну и давайте мы подумаем и заметим, что на 7-то она делится. Получается 1, 3, 1, 1. Да? Да. И дальше, так, нет, подождите-ка, я вас что, обманул? А я вас обманул в 57, в 57 она, мне кажется, может равняться, потому что на 3, я соврал, что на 3 не делится, а на 3 она делится. Сейчас. Ну, в общем, сейчас мы ее разложим и проверим в 57. 57 у нас, это 3 на 19. Вот сейчас, если это на 19 разделить, то все хорошо. Давайте на 3, значит, это получается 7 умножить на 3 умножить на, значит, так, 437. Теперь вопрос про число 437. Оно у нас какое, 437? Оно у нас простое или нет? Оно не делится на 3, оно не делится на 5, оно не делится на 7, оно не делится на 11, оно не делится на 13. Нет, на 13 оно не делится Оно не делится на, кажется, 17 Осталось 17 и 19 проверить Сейчас 17 А если бы оно делилось на 17, то почему оно так На 17 получается минус 340, это 97 97 на 17 не делится Вот, а, собственно, если смотреть 19, то получается А на 19 оно, кстати, делится То есть это получается у нас сколько? Что, неужели 19 на 23? 7, 3, 19, 23, что ли? Да, вот такое вот число, поэтому на 57 оно как раз делится То есть 57х равно 9,177 Это значит, х у нас равен чему? Ну, х у нас равен, 23, 19, 3 забрали 161 Вот И получается тогда у нас вот такая последовательность 161 7х это 161 умножить на 161 умножить на 7 А 49х это 161 умножить на 7 Ну, умножить на 49 Вот, оказывается, что это действительно даст нам что надо Вот То есть для трех членов это возможно И заодно мы узнали разложение этого числа Это нам немножко поможет Пункт Б Пункт Б у нас теперь про 5 чисел Возможно ли это Про 5 чисел? Так Ну, давайте разбираться с 5 числами Что здесь возможно? Много чего возможно? С 5 чисел уже комбинации очень много Ну, например, возможно такая Сейчас мы попробуем с простых Х, 7х, х, 7х, х И на самом деле нам Нет, нам не везет Почему? Потому что вот эта штука у нас дает Сколько? Эта штука у нас дает 17х На 17 наше число недель Мы это выяснили Следующее 7х, х, 7х, х, 7х И вот это вот нам везет Потому что вот эта штука Это 23х А наше число 23, ура, делится Это, соответственно 21 умножить на 19 21 умножить на 19 Это 399 То есть у нас вот такая последняя 7 на 399 399 7 на 399 399 Ну и 7 на 399 7 на 399 Я, кажется, могу посчитать Это 2800 без 7 2793 2793 2793 Ну вот, если все это сложить То как раз получится наше число Вот Это касательно пункта B Ну и дальше пункт В Какое наибольшее количество чисел Может быть в этой последовательности Но на самом деле Давайте поймем Что у нас В данном случае Наша последовательность Самая выгодная Она вот такая Вот Ну и дальше Мы попробуем Прямо вот этой вот Самой выгодной последовательности Еще что-то получить Значит Видим, что у нас Все группируется В группе по 8 И теперь Моя надежда Она про то, что Вот это число Либо поделится Ну на 8 Ну на 8 Ну не поделится Ну может быть Оно доставит 1 Про деление на 8 Давайте я 9 177 177 Поделю на 8 Значит я делю на 8 Получается 1 Дальше снова 1 Дальше получается 37 Это 4 Значит здесь 32 Получается Так я не планировал залезать Но я залез 57 Ну и 57 Здесь получается Восьмерка Минус 56 И ура 1 на конце Это означает Что наше число Представляется В группах В группах По По 8 И еще Остается Единичка То есть Мы можем взять 1100 48 48 групп По 8 И еще Единичка Ну то есть По 2 числа 1 и 8 Еще Единичка Ну и вот это Вот вместе Нам даст 2200 Сколько Значит так Сколько 90 97 что ли Так Сейчас А подождите Здесь 7 А не 8 Вот здесь 7 А не 8 И тогда Здесь будет 95 Ну вот здесь Смотрите Мы говорим Что Что у нас Есть пара Двух чисел Это Х и 7х Ну либо 7х и х Тогда в паре Тогда в паре У нас У нас Сумма Меньше Либо равна 8 Потому что Х Должно быть Натуральным числом То есть В каждой паре Сумма Меньше Либо равна 8 Значит Количество Пар у нас Не превосходит Вот это То есть Количество Пар у нас Не больше Чем Вот это Число Но еще Остался Остаток Значит Еще одно Число То есть Предположим Что могло бы быть Могло бы быть Больше пар Чем Вот это Вот число Предположим Что возможно Больше пар Тогда Тогда У нас Точнее Предположим Что возможно Больше Членов Последовательности Тогда Их можно Разбить Минимум На 1148 Пар И Значит Обязательно Найдется Пара В которой Сумма Меньше 8 Потому что У нас Вот столько Пар И если В каждой Сумма 8 И больше То Соответственно Получается Что Сумма Всех Чисел Она Превзойдет Вот это Значит Явно Найдется Пара Существует Пара С Суммой Меньше 8 Суммой Меньше 8 Ну а Это Явное Противоречие Потому что Минимальная Сумма В паре Это Соответственно 8 Вот Ну вот Собственно Вот такой Вот вариант Он был Для меня Достаточно Лютым Ну и вроде И вроде Вот мы С ним С вами Справились Спасибо Что смотрели С вами был Игорь Колов Канал Профематика До новых встреч Пока Пока Продолжение следует 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 Продолжение следует